МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На базе ЦСО открылся новый клуб «Папа особенного ребенка». Штаб по подготовке к зиме. Не допустить ошибок прошлого сезона. А сейчас об этом и не только. Более подробно. В школе номер 5 города Зверево очередной раз состоялся осмотр комиссии выполнения работ по капитальному ремонту образовательного учреждения. Комиссию, в которую вошли представители администрации, руководитель подрядной организации возглавил глава Зверевской администрации Александр Лотарев. В ходе визита выяснилось, что рабочая бригада полностью завершила демонтаж половых покрытий. По ремонту кровли работы выполнены на 30% от общего объема. В данный момент подрядная организация сконцентрировалась на мастерских школы. Ведется ремонт вентиляционной системы. Проведена замена электричества и в настоящее время восстановлено освещение внутренних помещений. А снаружи литера «Б» ведутся работы по замене кровли. На дворе разгар лета, а значит самое время готовиться к зиме. Недаром в администрации города Зверево заседания штаба по подготовке к предстоящему отопительному сезону 2022-2023 годов проводятся еженедельно. Но, тем не менее, очередное заседание глава администрации Александр Лотарев начал с упоминания ошибок предыдущего года. В прошлый отопительный сезон, ни для кого здесь присутствующих, мы вошли неудовлетворительно. То есть мы не получили в прошлом году паспорт готовности, а получили в самом деле потом акт готовности. Были вопросы для нас и к Донэнерго, которые от нас не зависели, и были вопросы, зависящие от нас. Это обучение, это освежая память. И задача наша с вами, чтобы мы не наступили на правду прошлого года, в этом году в установленный срок получили паспорт готовности города Зверево к отопительному периоду. В прошлый год это был такой первый раз, когда город Зверево не получил. В первом вопросе повестки дня обсуждались отчеты о выполнении мероприятий по подготовке к новому отопительному сезону учреждений и организаций города. Начали с тепловых сетей. На подготовку к отопительному сезону 2022-2023 году теплоисточников тепловых сетей за ЛТС предусмотрено направить денежные средства в размере 2,275,000 на выполнение капитального текущего ремонта оборудования зданий с оружием. По состоянию на сегодняшний день выполнены работы в объеме 306,000 рублей. При этом отремонтировано тепловых сетей 180 трассовых метров, 900 погонных метров была восстановлена изоляция трубопровода, 14 котлов отревизированы, вспомогательное оборудование котельных 13 из 18 штук отревизировано, оборудование ХЛО отревизировано на 70%. Ремонт помещений котельных 150 метров квадратных, ремонт кровли котельных 250 метров квадратных. Ремонт запорной регулирующей арматуры 144 штуки из 481 единицы. Заменено запорной арматурой 4 запорной арматуры из 24 штук. В настоящее время тепловые сети ведут подготовительные работы к опрессовке и промывке труб, намеченные до 15 августа. Проблема, которая сказывается на своевременном ремонте и замене тепловых сетей – задолженность перед снабжающей организацией. 42 миллиона рублей. Из них население задолжало 35. Администрация пообещала посодействовать в решении этого вопроса. В отведенные сроки пока укладываются и газовики. Текущие ремонты пунктов регистрирования газа 21 из 25 – 85% от запланированного объема. Техотслуживание запорной арматуры 55 из 55 – это 100% выполнения. И откачка конденсата из конденсата сборников 46 из 46 – тоже 100%. По техническому, по текущему ремонту 21 из 25 – все идет согласно плану графика. Раньше мы работы не имеем права выполнять, потому что они постановлением установлены, что должны быть выполнены два раза в год. Александр Валентинович выразил пожелание завершить проверку газоснабжающей системы домов до начала отопительного сезона. Гораздо хуже ситуация с подготовкой к предстоящей зиме у водоканала. Техническое обслуживание водопроводных сетей выполнено на 14%, ревизия задвижек – 14%. Ну и техническое обследование канализационных сетей – 14%. Остальные все мероприятия только запланированы. И срок… Низкий процент и с чем связан? Низкий процент? Да. Вы сами предоставляете нам отчет, у вас самый максимальный процент выполнения работы – это 23. Ну, отсутствие материала. Нами все время подаются служебные записки. Ответ какой-то холостый? Никакого. Я понимаю, что ситуация у вас не очень хорошая, но нам зиму с вами пережило. У остальных организаций, а это управляющие компании, учреждения социальной сферы и других, пока идет подготовка по графику, без особых отставаний. С 2019 года на территории Ростовской области идет реализация регионального проекта инициативного бюджетирования «Сделаем вместе». Когда поданные коллективные заявки на конкурс по благоустройству территории имеют шанс на победу, а значит, на финансирование из областного бюджета. Напомним, что в городе Зверево уже неоднократно проводились такие работы благодаря выигранным конкурсам. И вот вновь начались работы. На этот раз по благоустройству сквера в районе дома номер 5-Б по улице Шолохова. Был проведен конкурс на уровне области. Мы подали заявку на участие в конкурсе. Есть у нас такие инициативные люди. Роман Юрий Николаевич, он пришел с инициативой, что есть у нас неблагоустройный сквер. Окружают этот сквер порядка 10 квартирных домов. И инициативный проект заключается в том, чтобы навести здесь порядок, благоустроить его, поставить лавочки, сделать освещение и дорожное покрытие, плиточное покрытие. Мы подали заявку на конкурс в 2021 году, прошли конкурс на отбор и выиграли конкурс на отбор. Нам из областного бюджета губернатор выделил 1,7 млн на реализацию инициативного проекта, проекта инициативного бюджетирования. И плюс 200 тысяч составили софинансирование жителей окружающих домов. Контракт на выполнение работ был заключен с обществом с ограниченной ответственностью «Стройбытсервис». В настоящее время на участке работает небольшая бригада рабочих, состоящая примерно из 8 человек, из техники – погрузчик, самосвал да установка для переработки веток и поросли. Как говорит подрядчик, большой объем работы будет связан с выравниванием ландшафта. Придется, скорее всего, завозить грунт, чебень для того, чтобы не было больших перепадов поверхности будущего сквера. Но до конца исполнения контракта обязаны успеть. Кстати, это не единственный проект «Зверевчан» в сфере ЖКХ, получивший на сегодняшний день одобрение в правительстве области. На днях должны приступить к обустройству внутридворового проезда по улице Макаренко. В пятницу будет размещено уже извещение на едином портале закупок. И вот после определения подрядной организации будет заключен контракт. Срок выполнения работы там будет также до 1 сентября. 21 июля в городе Зверево состоялось знаменательное событие – открытие клуба «Папа особенного ребенка». Праздник проходил в Центре социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, на которое собрались глава администрации города Александр Лотарев, его заместитель по социальным вопросам Елена Кириченко и многие другие руководители, представители различных организаций. И, конечно же, папы со своими детьми, которым были все обращения и пожелания. Здоровье, терпение, благополучие, мира над головой и знайте, что вы не одиноки. Управление социальной защиты населения всегда радует вам помочь в любой вашей ситуации. А теперь разрешите перейти к церемонии вручения дипломов участника клуба «Папа особенного ребенка». Начальник управления социальной защиты населения Ксения Пономарева вручила дипломы и медали первым членам клуба, а их пока четыре – Роману Вересовому, Вадиму Болотину, Сергею Семенютину и Евгению Черкасову. Затем папы клуба со своими особенными детьми символично посадили цветы в клумбу. Уверены, что со временем клумба разрастется, так как в городе около ста семей, в которых воспитываются особенные детки. Торжественное вступление в клуб на этом завершилось, но праздник продолжили детские концертные номера. Даже будет лучше, чем вчера, солнце, чем небо шире, но в дневниках сделок добра в нашем беспокойном мире. В завершении мероприятия фото на память, мастер-классы для детей и общение. Во-первых, хотел бы поблагодарить администрацию за, как бы сказать, движение в нашу сторону, потому что это довольно-таки труд такой интересный. Приходится обращаться с детьми точно так же, как с обыкновенным. Ну и надеемся на то, что они нам будут помогать в том, чтобы мы могли как-то объединяться и выполнять какие-то общие задачи, общие цели. Это почетная, немножко трудная обязанность. Ну, на своем примере, как бы, мы решили, с женой посоветовались, и я согласился, как бы, где-то, как бы, подсказывать людям насчет проблем, которые появляются, как бы, в клуб же, получается, пап, особенных детей. Ну, как бы, на своем примере я чем-то помогу, подскажу людям, посоветую. Вот как-то у нас всегда на первом месте ассоциируется мама, мама, да, вот даже, например, приводил, говорю, у нас всегда, вот день матери, все прекрасно знают, когда он отмечается, день папы. День папы он есть, но как-то всегда в стороне. Ну, а на самом деле, папа играет огромную роль в развитии ребенка, в становлении личности ребенка. Папой быть сложно, а папой особенного ребенка быть двойне сложно. Поэтому это очень хорошая такая тенденция, хорошее направление. И я, как бы, сказал, что папам мы обязательно будем принимать участие в таких встречах. Как двери администрации всегда открыты для этого клуба. По любым вопросам всегда мы готовы высушить и помочь. Поэтому поздравляю всех с праздником, что это праздник для города Зверево. Так что я поздравляю всех с праздником. В среду 20 июля в администрации города Зверево состоялось очередное заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. На заседании были рассмотрены вопросы по соблюдению требований пожарной безопасности, о ходе реализации законодательства по содействию физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию детей, по профилактике суицидов среди несовершеннолетних, а также по профилактике несчастных случаев с несовершеннолетними. Последний вопрос заслуживает особого внимания. Детский травматизм – очень серьёзная проблема, особенно в летний период, когда дети больше располагают свободным временем, чаще находятся на улице и остаются без присмотра взрослых. Профилактика травматизма и гибели детей от внешних причин находится на постоянном контроле в комиссии по делам несовершеннолетних. Сегодня мы тоже рассмотрели этот вопрос. Всего лишь за 6 месяцев текущего года в нашу центральную городскую больницу было 65 обращений по поводу получения травм детей от внешних причин. Это и ушибы, это и переломы верхних конечностей, нижних конечностей, закрытые черепно-мозговые травмы, это укусы бездомными животными, это ожог. К счастью, в нашем городе не было падений детей из-за кошек, а по Ростовской области печальные трагические случаи уже произошли. Поэтому и хочется к родителям обратиться с призывом. Мы просим вас усилить контроль за содержанием, воспитанием несовершеннолетних, провести с детьми в профилактических целях разъяснительные беседы по безопасному поведению, а также осуществлять контроль за их местонахождением и времяпровождением во время текущих летних каникул. Так как обязанность по обеспечению безопасности детей в первую очередь лежит на вас. Необходимо научить детей личной безопасности. Провести с детьми индивидуальные беседы, объяснив важные правила, соблюдение которых поможет сохранить жизнь. Пожалуйста, постарайтесь качественно организовать свободное время своих детей. И каждый день ежедневно помните, что поздним вечером ночью с 22 часов до 6 утра детям и подросткам законодательно запрещено появляться на улице без вашего взрослых сопровождения. Не разрешайте детям одним купаться в водоемах. На территории города Зверево нет водоемов, пригодных для купания. Не разрешайте детям находиться возле железнодорожных путей. Железная дорога – это место повышенной опасности. Постоянно будьте на связи и в курсе, где, с кем ваш ребенок. Контролируйте место пребывания своих детей. Не разрешайте детям ночевать у своих друзей без необходимости. Объясните ребенку, что он имеет полное право сказать «нет» всегда и кому угодно, если этот кто-то пытается причинить ему вред. Мы все помним, что дети от природы очень беспечны и очень доверчивы. Внимание у детей бывает рассеянным, поэтому чаще напоминайте ребенку несложные правила поведения, тем больше вероятность, что он их запомнит и будет применять. Пусть наши дети после летних каникул будут отдохнувшими, веселыми, но самое главное – здоровыми. Как любого родителя, меня очень беспокоят вопросы детской безопасности. Даже когда маленький ребенок играет дома. И один из таких моментов наступает, когда стулья, столы и диваны оказались давно покорены, а следующей целью освоения становится подоконник. Для ответа на вопрос «Что можно сделать, чтобы обезопасить ребенка, который оказался возле окна?» На сегодняшний день существует три вида замков. Первый – это ручка с ключом. Он наиболее простой в установке. Накладной замок. Его тоже достаточно легко установить. И самый сложный в установке, но при этом надежный – это замок, встроенный в фурнитуру. Для обеспечения детской безопасности мы рекомендуем использовать ручку с ключом, либо детский замок. Для того, чтобы зафиксировать створку окна в закрытом положении, достаточно на ручке нажать кнопку. В этом случае окно полностью закрыто, и ребенок не сможет ее открыть. Чтобы открыть окно, нужно будет воспользоваться ключом. Как видите, сам ребенок это сделать не сможет. Следующий момент в вопросе детской безопасности – это то, что ребенок старается все потрогать и проверить на прочность. Окно – не исключение. И самая опасная здесь деталь – это стекло. Как снизить риск травмы? А теперь поговорим о такой важной детали, как стекла. Существует три вида безопасных стекол. Это триплекс, стекло специальной защитной пленкой и закаленное стекло. Триплекс устроен следующим образом. Между двух стекол вклеивается специальная прозрачная защитная пленка. Следующий вариант попроще. Когда пленка наносится на одно стекло. Закаленное стекло внешне ничем не отличается от обычного, но оно в несколько раз прочнее, потому что прошло специальную термическую обработку. А как же москитные сетки? Могут ли они служить преградой для ребенка? Давайте разберемся и с этим. Есть мнение, что москитная сетка способна предотвратить отпадение из окна. Это не так. Оно не делает окно безопасным. В эфире рубрика «Дорожная хроника». По информации начальника ОГИБДД Красносудинский Михаила Урубкова, на территории обслуживания с 22 по 31 июля проводится инициативное оперативно-профилактическое мероприятие «Безопасная дорога». Данное мероприятие направлено на недопущение фактов управления транспортными средствами водителями, находящимися в состоянии опьянения, осуществление перевозки детей без детских удерживающих устройств, нарушение правил дорожного движения пешеходами, а также на предупреждение дорожно-транспортных происшествий. Краеведческо-музейный отдел Центральной городской библиотеки имени Шолохова города Зверева совместно с Центром социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов подготовили и провели литературно-музыкальный круиз «Многонациональное разноцветие фольклора», приуроченный году по Братимской связи Ростовской области. В этот день присутствующие узнали о национальной музыке народов Донского края, услышали о том, что песня служит источником изучения истории, быта и нравов народа, его духовного склада и характера. Также узнали об обычаях, привычках, жизненном укладе донских казаков из произведений устного народного творчества. Мудрость, смекалка, удалое веселье, задиристость, напевность сконцентрировались в фольклоре у представителей народов, проживающих на Дону. Кроме того, в течение мероприятия звучали казачьи песни в исполнении солистов ансамбля «Журавушки».